МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто-то хочет поговорить? Как вас зовут? Наталья. Так, Наталья, ну, давайте по порядку. Кем вы работаете? Комплектовщик. Вы комплектовщик. Что вы комплектуете? Рыболовные товары. Рыболовные товары. Есть кто рыбачит? Да? И вы девушка? Вы рыбачите? Прям любите рыбалку. Прям вы стоите вот в этих сапогах. В дверном проеме. Муж вот так вот с детьми. И он вам говорит, это вообще странная херь, если что, имею в виду. А у вас какая рыбалка? Вы на какой рыбалке? Вы на удочку? Или вы, значит, соответственно, спиннинг? Или вы с копьем? Вы сети? Нет, это она. Да. А вы? На троллинг? Слушай, сюда, окунь. Думаешь, ты? Что ты постоянно? Окунь. Так, троллинг — это же не словесное унижение. Хорошо. Потому что если это теперь так работает, то у нас проблемы с экологией. Что такое? Эй, щука! Знаешь, что будет, если поменять первую букву? Согласна, обидно, вытаскивай. Что такое троллинг? Подождите, она нас не обманывает? Есть такое? Троллинговое удилище. Да? Так, хорошо. Все, мы будем проверять на всякий случай эту информацию. Значит, что такое троллинг? Ну, это когда на гасере на скорости ловишь щупы. На троллинге. Ну, не за что-то едешь. Я так понял, это когда лодка едет, ты просто отпустил эту леску и просто едешь. На скорости. Да, на скорости едешь. Типа, не люблю медленную рыбу. Хочу, чтобы та, которая, знаете, прямо еще на скорости поймала. А вы едете на моторной лодке? Да? Или просто там, типа, на веслах. Хера себе. Может, остановимся? Что-то мне... Это троллинг кого? Нас? Вот так вот грести постоянно. Пользуйтесь воблерами. Почему? Может быть? Вы не знаете? Мне нравится, что, знаете, девушка всегда остается девушкой. То есть девушка может хорошо водить автомобиль. Потом ты скажешь, спросишь у нее, слушай, а у тебя там какой привод? Она такая... У меня какой привод? Слушай, а какой тебе нужен, чтобы у меня был привод? И чтобы мы закончили эту беседу? Моя жена не разбирается в автомобиле, но при этом меня всегда веселит тот факт, что она думает, что я разбираюсь в автомобиле. Просто приходит вот так вот однажды вот так вот однажды и говорит, багажник не открывается. Ну, окей. Она вот так говорит, я там мусор оставила. Он вонять будет. Типа, что будешь делать после того, как машина вся провоняет мусором. Все, набираю, как открыть багажник у Mazda CX-5. И там все, тип. Говорит, ну вот так вот открыть багажник. Разбиваете заднее стекло. Ты такой, смотришь на просмотры, смотришь на лайки, думаешь, нет, не это видео. Говорит, дальше чувак из сервиса, прямо из сервиса. Ты такой, окей, все. Клему с аккумулятора надо было снять. И он такой, тун-тун, все, открылся. Ой, в этот момент ты же домой возвращаешься совершенно по-другому. Ты не говоришь это скромно. Если ты что-то сделал, на что ты не рассчитывал, что у тебя получится, но у тебя получилось. Ё-п-р-с-а-те. Это просто. Я зашел домой, я, во-первых, в дверь постучал. Ну, то есть, чтобы мне открыли. То есть, не было того, что я сам дверь себе буду открывать. Я ботинки вот так вот снимал. Вот. Я сказал, я открыл багажник. Она смотрит на меня и говорит, ты мусор вытащил? Я говорю, я сейчас приду. Так, хорошо. Наталья, вернемся к вам. Скажите, пожалуйста, мечта, мечта. Есть какая-то мечта? Что вы хотите? Я не люблю праздники. Вы не любите праздники? Новый год только. Новый год. Ну, хорошо. На следующий, на этот Новый год что получили? Или сами себе подарили? Ну, книга тоже хороший подарок. По рыбалке. Ну, какое что? Я не люблю рыбалку. Это здорово. Здорово, что вы комплектуете всегда с ненавистью. Надо, чтобы у тебя ни хера не вловилась никогда. Следующий заказ. Я люблю свою работу. Вы любите свою работу? Очень. Просто комплектовать. Вам нравится, когда есть список, и здесь соответствие списку. Вы любите ходить по магазинам? В плане, когда есть список, потом вы смотрите на тележку один в один. Боже мой. Это так восхитительно. Чисто как сошлось. Как последний элемент пазла вложить в общую картину. Ну, скажите, что на Новый год тогда, на следующий хотите получить? Хотелось бы получить. Машину. Хотите машину? Нет. Нет. Хорошо, как знаешь. Квартиру. Ну, у меня есть не в Москве, но есть. Хорошо. Ладно. Нет, ну, в принципе, мужика бы хотела. Мужика. Есть мужик, который ненавидит рыбалку? Так, ну что, мужика надо искать. Тут говорится, он сам себя не поймает. Вы как-то делаете, чтобы что-то? Как сейчас вообще мужика-то поймать? Я вот помню, я с женой в социальной сети познакомился. Тиндер. Тиндер. Значит, это когда знакомишься, что... Ну, когда знакомишься в приложении? Я же просто не застал. Да. Не, не возраст, я уже женился. Как ты смеешь? Такое говорить? Откуда ты знаешь, может быть, это болезненно? Не, а я старый, да? 34, я уже старый, да? Да, я уже старый. Потому что я вот... Чего я старый-то? Чего я не старый? В Тиндере? Вы есть в Тиндере? Нет. Нет, вас нет в Тиндере. В Тиндер не подходит. Где еще? Вы специалист, походу, делая. Тиндер поможет. Тиндер поможет. А там я слышал от друзей. Молодых. Да, от очень молодых друзей, которым 33. Что Тиндер это такое, типа, для мимолетного знакомства. Нет? Это для серьезных отношений? Ну, у каждого разное понятие серьезности. Если в куче я больше мужика, можно подвигать в Тиндер. Я помогаю, да, меня есть? Да. Ну, вам, наверное, не потыкать хочется, а какого-то... Не, если потыкать... Аккуратнее, у вас что-то упало. Да, с таким звуком, что я подумал, надо хвататься за это. Я подумал, что я старый и бедный. Только что я узнал, потому что я услышал звук цепочки падающей, и думал, хоть бы она не заметила. И потом, ну, очень странно было вот... Все выступление потом. Вы, кстати, никуда не хотите отойти. Это Луи Виттон, да? Сумка. Я слышал про эти сумки. Потрогать. Не, у меня... Я волнуюсь, когда выступаю. У меня мокрая рука. Я боюсь, я разъем вам эту сумку. Я слышал, что эти сумки могут быть очень дорогими. Типа, там, три тысячи рублей я даже вот слышал. Я не люблю заходить в дорогие магазины. Меня сразу это... Раскусывают, что я нихера не куплю у них. Я не справляюсь с этим моментом, когда ты заходишь, и тебе с порога говорят. Кстати, у нас скидки. Бля, я не поэтому зашел. Не поэтому. Где туалет? Я помню, я часы заходил покупать. Не себе. Где? Мы другу скидывались на 30 лет. Нас было 800 человек. И мы выбрали самые дешевые, что-то за 100 тысяч рублей. Я зашел. Бля, я лучшее надел, что у меня было. Я в костюме туда приехал. С выпускного. Скажу, у меня рукава вот здесь. На ногах бриджи. Я такой говорю, здравствуйте. Я вам звонил. С домашнего. Мы оставляли бронь на часы. Помним, помним. Проходите, пожалуйста. Тебя куда-то ведут в отдельную комнату. Я думаю, сейчас на выход. Просто с другой стороны. Просто я такой выйду. Он за мной закроет дверь. Я такой, все понял. Сейчас я обойду здание еще раз. Так. Мужика. Да? Вернемся. Я уже и забыла. Да, вы уже и забыли. Это надо держать. Постоянно визуализировать. Постоянно. Только так. Постоянно. Вы становитесь, говорите, мужика. Мужика. Желательно в общественном месте. Так это будет лучше работать. Мне кажется, если очень долго стоять в Камергерском переулке, где мы сейчас находимся, и говорить мужика. 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 Вы видели, там в ростовых костюмах люди ходят? Рано или поздно какая-то там эта кобыла или кто она там? Зебра. Она подойдет. Если так сказать. Мужика. 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 Так. Еще такой вопрос. А сейчас нормально, что когда женщина сама подходит знакомиться? Это уже нормально стало, да? Потому что я еще застал те моменты, когда... А может, блядь, ко мне не подходили знакомиться. Да, может быть. Потому что я всегда сам подходил. Это всегда самое ужасное. Подойти к женщине. Кто-то подходил к женщине, знакомился? Мужчина. Мужчина, вы серьезно? Это прям что? Вы как? Это прям моя аудитория? Мужчина, вы к женщине подходили, знакомились? Подходили. Подходили. Что вы говорили? Привет. Привет. Неплохо. Для начала. Да. Я помню, я тоже думал про привет. И я вот так подошел за нервничек. Я дальше прошел. У меня были такие моменты, когда я... Просто, знаешь, ты идешь? И такой... И просто... Нет шанса вообще. Просто проходишь мимо. Так, привет. Кто-то еще что-то говорил? У кого-то был запоминающийся подкат? Закажи водку, пожалуйста. Ну, я надеюсь, это вы описываете подкат, а не просите меня заказать водку. Просто вот так вот, чтобы сработало. Вы ей сказали, закажи водку, пожалуйста? Да. Это потрясающе. Просто... Надеюсь, ей перед этим зеркало не показывали, то это было бы слишком грубо, чтобы такой телефон с селфи-камерой. Водку, закажи, пожалуйста. Или это было в самолете, может быть, вы сидите и говорите, водку, закажи, пожалуйста. Мы домой летим. А вы стюарт. Скажите, пожалуйста, это было где? Ну, где-то в баре, вряд ли вы в парке подсаживаете, говорю, водку. Закажи, пожалуйста. Это где-то в баре было, да? Это был ночной клуб, да? То есть вы, соответственно, орали, скорее всего. Вы такие, водку, закажи, пожалуйста. И что, она заказала водку? Сначала отказалась. Но, когда он сказал это более настойчивое, водку закажи, блядь. Слушайте, мы не знаем, женщины же любят настойчивых. Вы любите настойчивых? Да? Вы любите настойчивых? Но не наглых. И наглых тоже может быть, да? Слушайте, вот это меня всегда убивает вообще. Ты просто занервничал нереально, подошел к ней, еле сказал... Привет. Она такая, боже мой, нет. Ты такой, ну ладно. А если бы ты такой сказал, ни хера. Приветушки. Водку закажи. То она такая, м-м-м. Это то, что надо. А потом вы еще удивляетесь, что мужик... Сами выбор такой делаете. Я люблю, когда несколько раз повторяют. Водку закажи. Она заказала в итоге водку? Ну да, да. Да, и вы, значит, по стопке, да, хлопнули? Или это была проверка? Закажет стопку? Не моя. Возьмет пузырь. Женюсь. В итоге она заказала стопку или кувшин? Три стопки. Три стопки. Почему три стопки? У нас было трое. Подождите, это же был подкат, правильно? То есть вы смотрите, их сидит двое. Вы подходите. Гриш, одной говорите. Водку закажи. Она говорит, нет, ничего не буду тебе заказывать. Ты что, больной что ли? Ты такой, я слышал, что вы любите настойчивых. Водку закажи. Подруга ее говорит, Лен, давай, блядь, водки закажем. Это странный тип какой-то, а то он не успокоится, я тебя прошу. Мы и так хотели водки выпить, Лен. 8 марта, мы одни. Мы здесь еще, мы здесь 14 февраля не уходили. Кого мы обманываем? Мы хотели бахнуть водки. Отличный повод. Вы очень смелы к двум подходить. К двум подходить это сразу. Ну это как, знаете, как в толпу кавказцев что-то крикнуть такое. Это смело. Водку закажи, то же самое. Потом с ними обменялись телефонами. Кто-то с ними, она теперь с вами? Жена? Все. Жена не одна из них. Но она сейчас очень увлеченно слушает эту историю. Так, слушайте, а просто, ладно, а девушки, девушки, давайте мы узнаем. Наталье нужно, сейчас мы к вам передадим микрофон. А Наталья, скажите, пожалуйста, для Натальи, девушки, вы подкатывали когда-нибудь к парню? Девушки. Либо скажите нет, чтобы я не выглядел тупым. Типа, вы подкатывали? Нет. Вот, что вы говорили? Когда подкатывали? Больше движения тела? Это же вы понимаете, насколько мы мужчины просто? Просто мы животные. Что к нам достаточно подойти? И мы такие. Мужчина, даже самый мужчина, который бальными танцами занимает, чемпион мира по бальным танцам. Если он подойдет и не будет ничего говорить, скажет, нет, до свидания, мне нужен говорящий, как минимум. А женщина достаточно. Язык тела. Язык тела. Это достаточно рискованно уезжать с такой. И ты такой, ну ладно, что ж, была не была. Наталья, язык тела. Если что, в вашем стиле будет примерно такой подкат, что вы встречаетесь с ним глазами и так. А он такой. Давайте, Наталья, поаплодируем. Аплодируем. П entering. Аблодируем. Аблодируем. И, конечно, красавицу. Аблодируем. И, конечно, это Print.